Приветствую вас, первонаперво, сразу, мне бы хотелось заметить, что в вашем тексте достаточно много неуверенности в себе, достаточно много страха, какого-то страха, например, быть брошенным, страха остаться одному, страха, что вам возможно изменят, вот, ну, что она вот свертует с другими, да, этого вы боитесь. А это напрямую, напрямую связано с вашей неуверенностью в себе. То есть вот вы неуверенны в себе, вы боитесь, что ваша девушка вам будет изменяться, вы боитесь, что вы ей не интересны, вот. И, соответственно, это побуждает вас к тому, чтобы ревновать. А причина, по которой вы ревнуете, да, причина, ну, на мой взгляд, достаточно проста. А причина, по которой вы ревнуете, на мой взгляд, достаточно очевидна, вот. Связано это с тем, что вам не хватает внимания от своей девушки. Наверное, ласки не хватает вам. Наверное, не хватает вам любви. Вот. То есть, по сути, вам не хватает позитивных каких-то вот реакций, которые она бы вам давала. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, помимо вопроса, который я бы хотел вам задать, да, вопрос связан с тем, что делать вы хотите, вот. Вы хотите делать, да, вы спрашиваете нас, спрашиваете нас, что делать, чтобы что. Я хочу задать вам вопрос. Да, вот вы спрашиваете, что делать. Вот. Что делать, чтобы что. Чтобы она вам больше внимания уделяла. Для этого нужно все-таки постараться как-то быть более уверенным в себе. Для этого нужно постараться как-то лучше, значит, чувствовать ее и себя. Для этого нужно не переносить ответственность за себя на нее. Что? Как это вы сейчас, к сожалению, делаете? Вот. К сожалению, к сожалению, на данный момент вы, значит, себя только лишь дискредитируете в ее глазах. Вот. И мне представляется эта ситуация, ну, далеко не, далеко не самой лучшей. Вот. Потому что, по итогу, по итогу, вы не можете получить того, чего хотите. Вот. Поэтому, первое, о чем имеет смысл говорить, да, первое, на что стоит обратить внимание, да, это на ваше поведение, на вашу модель поведения, на то, как вы ведете себя со своей девушкой. Вот. И на то, самое главное, на то, что нужно ей от вас. Ну, чего бы она хотела бы от вас. Понимаете? Вот. То есть, что ей, ну, например, необходимо. Что ей необходимо. Вот. И уже на этом, уже на этот аспект вы могли бы, ну, как-то ориентироваться. Уже на это вы могли бы как-то вот оглядываться в своем, так скажем, поведении. Да? То есть, в этом, в этом, в принципе, нет ничего сложного. В этом нет, в принципе, ничего такого, знаете, тяжелого. Ну, вот. Но для этого, еще раз повторю, вам нужно взять на себя ответственность за свои собственные страхи, за свои собственные переживания. Вот. Которые у вас, ну, безусловно, есть. Которые, безусловно, мешают вам действовать так, как вы хотите и так далее. Вот. Очевидно, что вы ее ревнуете. Очевидно, что вы ее ревнуете. И ревность, это страх одиночества, а это, в свою очередь, означает, что вы, ну, что вы не принимаете себя до конца, то, что, то, что вы делаете, да, вот, ваше действие, ваше поведение, оно не приносит вам, видимо, тех результатов, которые вы хотели бы. То есть вы не чувствуете себя реализующимися, вот, и нуждаетесь в какой-то поддержке, нуждаетесь в какой-то заботе, вот, в положительных подкреплениях того, что вы делаете, вот. Ну, а, в общем-то, девочка, она вам не должна, она не должна отвечать вам в заинности. То есть она не должна давать вам, вот, то, чего вы хотите, потому что, ну, на то она и, собственно, на то она и девочка. Вот, поэтому, поэтому отделите, пожалуйста, вот, первое, что нужно сделать, да, это отделить свои чувства, отделить свои переживания, да, отделить свои эмоции от того, что вы делаете. То есть, по сути, вот, пытаясь свою неуверенность в себе компенсировать за счет девушки, да, пытаясь свою неуверенность в себе компенсировать за счет девушки, вы, на мой взгляд, впадаете в зависимость от нее, вот, что ни в коем случае вам на пользу не идет. Вот, это, это первый момент. Второе, 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 что необходимо, это определить, чего конкретно вы боитесь. Вот вы говорите, что ей, вас что-то не нравится. Откуда у вас такая информация, что ей, вас что-то не нравится? А, значит, получается, что вы сами себе что-то не принимаете, сами себе сомневаетесь, потому что, ну... Иначе вы бы понимали, что вы такой, какой вы есть, а она, она такая, какая есть она, и... Менять, в общем-то, друг друга, ну, никакого смысла нет. А раз вы сомневаетесь, значит, вы не себя не принимаете до конца, вот, и активно пытаетесь за счет нее, за счет девушки, обрести ту самую уверенность, которая вот, собственно, которой у вас нет. То есть, по сути, вы назначили девочку ответственной за свое... Ну, за свое состояние душевное. То есть, именно девушка, именно девушка ответственна за то, как вы себя чувствуете, а не вы сами. И, конечно же, конечно же, это порождает довольно серьезный негатив. Поэтому здесь я рекомендую вам в обязательном порядке посмотреть, что именно вы не принимаете в себе. Что именно и, собственно, по какой причине. Вот. Это... Это важно. Это важно для вас, для того, чтобы вы поняли, что проблема не в девушке, не в том, что делает она, а в том, как вы воспринимаете данную ситуацию. Как вы ее видите, как вы ее чувствуете, вот, и какие выводы делаете, исходя из, вот, собственно, данного аспекта. Вот. Поэтому здесь история такая. Здесь история именно такая. Дальше. То, что вы бежите домой, как вы говорите, да, это, опять же, субъективность выбора вашего. То есть вы бежите домой, не курите, не пьете. А почему? Понимаете? Вот что важно. Вы бежите домой, не курите, не пьете. По какой причине? Потому что вы так хотите? Потому что это ваше решение? Или потому что вы, значит, ну, по ряду причин делаете это не для, значит, не для себя, а для девушки. Коли так, то нужно подумать. А что бы вы могли сделать для себя? Для себя. Что вы готовы, готовы сделать для себя? Да? Вот. Если вы любите девушку свою, например, если, если, вот, вам она дорога, то вопрос нужно ставить так, готовы ли вы ее отпустить? В случае, если вы действительно, ну, расстанетесь, да? Вот. Дальше. Следующий аспект. Если она уйдет, чем это для вас будет страшно? Понимаете? То есть какие вы испытаете чувства, как вы это воспримете и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже необходимо разбирать. Тоже необходимо выяснить, вот. Потому что, ну, подобные вещи важны. Вот. Я полагаю, как минимум, как минимум. Вот. Дальше. Не знаю, что делать. Пишите вы. Опять же. Не знаю, что делать, чтобы что. Вы не знаете, что делать, потому что не знаете, чтобы что. Что вы хотите. Чего вы хотите. Понимаете? И поэтому вы не знаете, что делать. Потому что нет понимания, нет понимания, что нужно делать, и что я хочу получить взамен. По факту вы просто хотите, чтобы девушка была с вами. Вот. По факту. Это то, что вам нужно. Ну, а для чего? Ну, а для чего? Если она, если она фликтует с другими парними, парнями, и вы видите это. Значит. Эм, да. Ей, ей, ага, действительно. Ей действительно чего-то не хватает. Но чего ей не хватает, нужно выяснять. Конечно же. Потому что, так вы, собственно говоря, эм, ну, так вы не узнаете, чего ей не хватает. Нужно смотреть. И дело здесь не в том, дело здесь не в том, что ей что-то не нравится в вас. Дело здесь в том, какой вы человек и как вы строите отношения. Понимаете? На каких основах вы строите отношения. Если вы выстраиваете отношения там исключительно на каком-то, допустим, завоевании или на каком-то удержании. Да. Вот. То ничего удивительного в том, что девушка ведет себя вот именно так. Потому что вы, вы пытаетесь ее удержать, а она ищет, ищет того, кто сделает это лучше, чем вы. Вот это все. И, эм, на мой взгляд, вряд ли ее можно в этом, в этом винить. Да? Ну, в том, что она пытается найти кого-то, если вы удерживаете ее. Вот. И, что она не видит в вас никого помимо мужчины. Понимаете? То есть, что она не видит в вас, например, личность, что она не видит в вас, например, кого-то больше, чем мужчина. Значит, вы так себя поставили. Значит, вы так себя позиционируете, да? Да? Вот. Что? Вы можете быть только мужчиной для, ну, для нее, да, для девочки. Вот. И все. Дальше. Вы пишите, что постоянно думаете о ней. Это тоже достаточно интересный момент. То есть, почему вы думаете о ней? Что именно вы думаете? Если вы думаете о человеке постоянно, да, то это может быть механизм навязчивых идей. Вот. И в таком случае это определенный запрет. То есть, я думаю о чем-то постоянно, потому что у меня есть постоянное желание. Вот. И нужно понять, что это за желание и как вам их правильно реализовать. Чтобы вы не думали постоянно о девочке, что является ненормальным. Подумайте вот о чем. Если вы такой правильный, да, ну, грубо говоря, если вы активно ориентируетесь на, значит, ну, на нее, да, то вы, по сути, растворяете в человеке. Тем самым, вы снижаете свой интерес к себе. Ну, таким образом. И девушка ваша, я прошу отнестись к этому очень серьезно. Да? Я прошу к этому очень серьезно отнестись. Девушка ваша видит в вас, видит в вас себя. Что ей, конечно же, не нравится. То есть, ей не нравится, что она видит в вас себя. Что она видит в вашем отношении к себе, да, свои желания. И это, это, ее от вас отталкивает. А я надеюсь, что вы это понимаете. Надеюсь, что вы отдаете себе в этом отчет. Поэтому ориентироваться, ориентироваться здесь, да, ориентироваться. Нужно скорее на себя, скорее на свои чувства, на то, что вы можете дать, значит, ну, девушке. Вот. А, точнее, даже не на то, что нужно ей. Понимаете? Какая история. Потому что, если вы будете ориентироваться на то, что нужно ей, то вы будете раскрывать себя только как, вы знаете, как своего, своего рода придаток к ней. Вот. То есть, понятно, понятно, что нужно отвечать ее желаниям. Понятно, что нужно выполнять ее просьбы. Это понятно. Но не распоряться полностью в ней, как вы это делаете сейчас. Понимаете? Какая история. Вот. Вы пишите, не хватает ее внимания, объятия и нетности. Вот это особенно интересный аспект. Вам не хватает ее объятия, тепла и нетности. Вам не хватает. Но если вам не хватает, то почему же, почему же девушка несет ответственность за это? За то, что вам не хватает чего-то. Просто постарайтесь подумать об этом. И ведь, эээ, человек дает свою, ну, свою энергию, да, свою активность по желанию. Если у нее такого желания нет, то нужно принять ее выбор, если вам она дорога. Вот. Поинтересоваться, конечно, конечно, что происходит. Но крайне и очень ненавязчиво. Потому что навязчивость, еще раз повторяю, девушку только лишь от вас отдаляет. И это тоже нужно учитывать. Обязательно. Это обязательно нужно учитывать. То есть, вот, то есть, вот, постарайтесь, постарайтесь подумать о последствиях своего, ну, своих действий. Своего... Своего... Поведения. Ваших... Ваших... Ваших шагов... Направленных на девушку, да. И так далее. Еще раз повторяю, что если ситуация складывается таким образом, что вы нуждаетесь во внимании ее, то у этого есть ваши причины, которые скорее всего, скорее всего, родом и с детства. То есть в детстве у вас осталась вот эта вот недополученность, неудовлетворенность, значит, тем, что называется поглаживанием. То есть вы не получили того от окружающих, что хотели, что хотели бы, чего желали бы. Да? Вот. И поэтому возникает такая вот негативная история. От чего разрывается у вас мозг? Очень хотелось бы узнать. Что именно разрывает вам мозг? Скажите, вот для своей любимой девочки какого бы вы хотели видеть мужчину? Понятно, что себя. Это понятно. Понятно, что себя. Но какого? Вот вы говорите, я приводюсь за нее. А есть повод приводиться за нее? Или вы приводитесь только потому, что она флиртует с другими? Что чувствую я? Откуда я это чувствую? Откуда у меня эти эмоции возникали? Это важно. Это очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!